Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Андрей Чуев купил Марине Африкантовой машину. Пошли они нафиг эти обещания, лучше любимой тачку подарю. Марина, встречай подарки! Подписал Андрей фотографию. Но подписчики уверены, что Андрей подшучивает над девушкой и не исключено, что машина окажется игрушечной. На мужском голосовании за ворота проводили Вову Гаути. За своим любимым ушла и Катя Гужвинская. Многие участники проекта считали их пару фиктивной. Но вот и все, написал Вова, идем в большой мир. Коля Должанский, несмотря на все договоренности только о дружеских отношениях, продолжает ухаживать за Русланой Мишиной. Руслана рассказывает, Коля пригласил меня на свидание. Оно проходило на крыше отеля. Он говорил про заселение, про замужество, плавно подводил к теме волшебства. Я за последнее время пока не увидела никаких изменений, поэтому и отказала ему. А Катя Король продолжает добиваться Дениса Козловича. На предвариловке она сделала ему неожиданный подарок – толстовку, которую сшила сама. Денису понравилось. Приятно, что она думает обо мне и умеет делать своими руками такие красивые вещи. Удивило. Тимур Гарафудинов добился своего. На лобном месте они с Яной Шофеевой сообщили участникам новости о том, что официально стали парой. А Андрей Черкасов, у которого ранее не получились отношения с Яной, сказал в видеоблоге, «Я мог переспать с Яной, интим бы сблизил нас. Но я не хочу, чтобы девочка в свои 20 лет набирала здесь половых партнеров. Я за чистоту отношений». К Винцеславу Венгржановскому, которому 12 мая исполнилось 35 лет, пришла девушка. Он познакомился с ней месяц назад. Ей 18 лет, Кристина из Новосибирска. Они сразу же объявили себя парой и будут заселяться. Ольга Бузова пишет новую книгу. «Приступила к написанию книги», рассказывает Оля. «Я очень долго к этому шла, и сейчас настал тот момент, когда я не могу больше молчать». Видимо, скоро Ольга раскроет нам все секреты шоу-бизнеса. А бывшая участница проекта Вика Романец тоже занимается творчеством. Она рассказала своим подписчикам, записали лирическую песенку. Дальше все по плану, скоро снимаем клип. Кристина Дерябина отчиталась о результатах ринопластики. И вот он, мой суперносик. Сказать спасибо моему доктору, это не сказать ничего. Я так довольна своей пластической операцией, что радости выше крыши. Жених Нелли Ермолаевой, Кирилл Андреев, подарил ей шикарный автомобиль. И он признался ей в любви в очередной раз. «Я тебя люблю. Спасибо Господу Богу за то, что ты есть в моей жизни. Готов тебя удивлять всю жизнь». Одна из первых участниц проекта Настя Дашко скоро станет мамой. Она была осуждена за мошенничество, лишена свободы на несколько лет. Сейчас Дашко живет в городе Златоуст, она счастлива в браке. И вот судьба улыбнулась этой девушке. Очень скоро на свет появится ее первый малыш. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!